люблю это место по-английски it's like day i call it the hill home home это в общем холм завшивая горкой под новосибирском by новосибирск в общем новосибирска вы можете видеть этот холм откуда такой прекрасный вид фантастический вид самом деле на пскове море прям такой обзорный я просто не знаю что в таких мест он довольно таки высокий по моему аналогичных нет сейчас я покажу быстро себя так что вот так в общем так ночью нужно что-нибудь интересное записать при в таком в таком виде прекрасном я в самом деле шоу думал я думаю что чего сейчас интересно ну то что происходит на фронтах то все это видят понимают что к счастью все идет по плану по плану который был есть у российского руководства у российского государства в российской власти идет методичное постепенное выдавливание украинских войск ну там плюс наемники все эти нацистские ну там эти французы различные там прилетела по французам например которые там привезли этих свои цезарь это колесные колесная артиллерия которая по отзывам быстро снимается стреляет быстро снимается уезжает ну времена изменились сейчас эти дроны дроны господствуют эти в пиве first person view drones и и до снялись быстро уехали здесь их настигают дроны но это так в общем да то есть россия россия начала то есть подготовилась сначала к то есть на это нужно было время месяцы накопить ресурсы запустить все эти производства снарядов бомб ракет и соответственно потом начать вот этот массированный удар разбор энергетической системы украины как сказать честно объясняют что разрушаются энергетические системы которые скажут которые связаны с в пк понятно что не только с в пк но и он придет далеко но не знаю неважно в общем самом деле очень хорошее обоснование у довольно таки гуманитарно понятно что в итоге начнет страдать население но это не удары по населению и направлены не против населения а против именно в пк чтобы украина на украине которая у которой своего в пк как бы не так развита скажем там там какие-то очень странные вещи что район металл нацистская компания немецкая она открыла какие-то производства на украине чё за какой-то бред реально то есть они что реально это открыли где-то под землей где-то там бункера киева или где как только эти предприятия обнаружат туда сразу прилетят калибры и не только калибры какие-то более мощные боеприпасы вот фаб фаб 3000 то есть как бы понятно примерно схема понятно то есть сначала будет уничтожено по массированными может быть несколькими волнами потом туда прилетят наши бомбардировщики 95 и сбросят вот эти бомбы фабы 3000 которые делают такие большие взрывы которые там выносят по поводу это я так преувеличиваю конечно но квартал часть квартала может сложиться но это так поэтому начал украинская ну то что украинское руководство прям реально нацистской это и так ясно это самая нацистская это это практики нацисты то есть нацисты которые там свое население терроризирует фашистской германию не фашистской нацистской германии такого не было чтобы по улицам отлавливали людей чтобы они шли на фронт там чё бы они сейчас не говорили как бы себя не оправдывали самом-то деле население германии она поддерживала гитлера чтобы они там не придумывали какие-то оправдания не искали бы поддерживал на гитлера поэтому и шли они войска и воевали там убивали советских людей самых различных и украинских людей кстати убивали украинцев убивали украинцы как-то очень привет этим западным нацистским технологиям геббельсовским благодаря которым украинцы забыли как сказать не помнящие ивана не помнящие родства они забыли кем теми были их деды деды воевали ну там были бандеровцы конечно вот эти вот про фашистские но будет и куча людей украинцев которые воевали против нацизма а сейчас они устраивают этот нацизм используют а нацистскую символик вот этот азов не только азов там много кого не знаю ну ладно чё я вообще-то хотел по другое сказать и опять уперся туда же самом деле мне очень интересно будущее будущее то есть вот столько людей уже погибло со стороны россии погибли люди в том числе мирные крокус тоже взять это тоже это же тоже все скажем так звенья одной цепи это теракт который очевидно был произведен со стороны украины и соответственно украина поддерживается не просто поддерживается держится за счет запада поэтому вот такой вопрос как бы что будет с этим всем то есть понятно что все это придет в итоге понятно к чему россия проломит фронт заберет донбассовские территории и здесь станет вопрос дальше пойдем или как здесь уже во первых там и здесь и там уже проблемы то возникли с легитимностью на которые ну запад уже как бы как он закрывает глаза на все но на это уже глаза то не закроешь то есть зелинский то будет уже нелегитимен там с конца мая по-моему все и как бы страна без без легитимного президента здесь уже можно уничтожать зеленского например потому что он уже не президент но это так я просто так объясняю чё чё потом может быть чтобы потом ну просто это как бы надо уже предполагать что потом будет а потом что-то будет когда его легитимность иссякнет поэтому вопрос в том что будет с россией и со странами недружественными западными с японии австралии тоже там с европой со всей этой нацистской с с америкой как мы с ними сможем жить то дальше столько людей умерло столько людей умерло еще умрет погибнет нам такая мясорубка настоящая война танки артиллерия то есть я и летом повторяя свою мысль которую я летом говорю то есть сейчас понятие человека гуманитарная человеку обладает там правами он там такую ценность высшую имеет она очень сильно повреждена удачно но она как-то прям задвинуто может быть там не знаю под стол или куда потому что вот эти вот все про нацистские веяния международные то начиная с оон совет безопасности то вообще понятно непонятно в чем превратилась там ничего не решается в итоге за счет права вето он вообще превратилась в про нацистской организации очень просто посмотреть почему вот гутерриш это там руководитель генеральной ассамблеи он как вот он не знает председатель ли кто он не осудил же этот удар израиля по посольству ирана нет удар ирана по израилю осудил ну как бы значит значит руководитель он ну он про нацист ты его нацистам не можешь на знать но мы его не можем нацистам назвать потому что он пока еще не участвует в уничтожении там нации людей и так далее он кстати два копчика он не участвует в этом пока но вот это вот уже это так сказать основание с которого потом дальше может развиваться дальше нацизм то есть это первая стадия когда делят людей на русских нерусских европейцев русских американцев и русских африканцев и американцев там то они как бы с африкой как-то особых нету пока таких вопросов еще есть поэтому то что он давно стала про американской она расположена в америке там они уже неоднократно создавали проблемы с выдачей визы например нашим дипломатом ну как бы хотя не имеют право по всем правилам он он ну то есть под пятой америка и давно лежит америка и каким-то вот ну не каким-то понятно каким образом к себе починила он европу и вот опять же кто-то должен быть ответственным за все вот эти смерти украинцев русских кто-то должен быть ответ а кто будет ну если это будет какое-то политическое решение там какие-то странные вещи тут путин сказал просто стамбульские соглашения где там россии явно они не выгодны были то есть как бы ну ладно но как сказать-то как жить в мире и там делать бизнес какие-то отношения нормальные со странами которые поддерживали вот всю вот эту вот про нацистскую войну с россией как с ними дальше не делать давайте все забудем и снова будем также торговать и обмениваться технологиями и вы нам там откроете все возможности кстати хочу интересную вещь рассказать сегодня узнал там не сетовал один товарищ опять же не могу все рассказывать не буду просто не имена не титулы скажем так достаточно такой человек который скажем так достаточно высокого академического ранга он объяснял что сейчас не так легко выехать в китай стала там какая-то куча проволочек какие-то документы ну смысл в том что стало не очень легко выехать в китай даже чтобы там в рамках договоренности кого-то учить и как бы так ты понимаешь что ну последние то были действия какие-то там елен например приезжала американская там это представительница не знаю кто он там паран по званию она пугала китай тем что если он будет помогать россии дальше там то это типа россии снабжать россию которая там воюет с украиной и около китая будут проблемы ну эти аналитики всяких новостях пишут до китай-то на это внимание обращала вы уверены что он не обращать на это внимание уверены что-то по моему в россию как-то все стало хуже и хуже с китаем иметь дело последнее время он говорит одно китай самом-то деле он он же там связан он кстати птичка он же там очень сильно завязана на американские технологии на американские какие-то финансовые вещи поддержку какую-то и чё вы уверены что китай может делать все что он хочет они тоже там что-то хорохорится мы там с россией а в самом-то деле в реальность посмотрите там там слишком китай зависит от америке америка она действительно настолько мощно настолько влияние в мире мощно что они вот могут так вот китаю 2 экономики мира которая там первое может стать скоро может быть уже стала то есть даже даже китаю они могут диктовать какие-то свои ограничения и условия так что надо надо менять этот мир конечно вопрос другом и тот же самый не в другом а тот же вопрос что будет дальше кто кто-то должен нести за это все ответственность понимаете нельзя потом просто сесть за стол переговоров это будет честно говоря вот будет наверно жестко звучать но если в россии сядут потом просто за стол переговоров я не знаю когда это будет через три года через пять лет и начнут договариваться как мы будем дальше жить и поделят там что-то и все начнется там снова идти какой-то дружбе это будет как-то неправильно понимаете просто неправильно это будет предательство тех людей которые сейчас умирают как со стороны украины так со стороны россии нужно каким-то образом все таки вот это руководство западное призвать к ответу каким я не знаю честно говоря потому что но нюрнбергом конечно уже это все не кончится потому что ну как сказать слишком сильны западу нам нам многократно сильнее россии там брикс и так далее другое дело что если брикс наберет допустим обороты силу за пять лет то там можно совсем по-другому начать разговаривать западным миром может быть так и будет но честно говоря мне кажется что все таки все это замерят дипломатически и хорошо но имеется ввиду что как-то придут к тому что там давайте до сотрудничество снова вот честно говоря вас по всей справедливости по всему этому не может быть никакого больше сотрудничества западными странами по крайней мере на ближайшую там 10 лет пока вот эти вот западные элиты не сменятся они должны смениться то есть люди все таки уходят из политики как бы может быть 20 лет сколько сколько будет надо но вот с этими нацистскими правительствами никакого мира никаких выстраивать свою систему свою мировую систему свою половину мировую систему брикс но с нацистами никакого мира так на этом всем до свидания я надеюсь я свою мысль донес